Всем привет! Это очередной мини-обзорчик от интернет-магазина ШИК. Ребят, сегодня мы рассмотрим такую новиночку. Это аппарат Lenovo K30. Он же Lenovo Lemon, он же Lenovo Lemon Music, он же Lenovo A6000 в России. Аппарат довольно-таки интересный, сейчас мы рассмотрим его поподробнее. Поставляется аппарат, вот такой вот обычный для Lenovo коробочки. K30, ну он же K30 с версией T, то есть в этой версии 3G работать не будет. Ну для Украины это не актуально, 3G здесь фактически нет. Есть WCDMA версия, она стоит подороже, где-то на 20 долларов. Там поддерживается 3G. Snapdragon 415 здесь, 1 гигабайт оперативки, 16 встроенной памяти. Экран 5 дюмов с разрешением HD, 1280 на 720. Ну, более подробные характеристики сможете прочитать на сайте, либо где-нибудь в описании. Батарейка на 2300. Коробка вот такая вот. Вот, ну здесь зарядная, проводок. Больше здесь ничего нет. Кстати, пока не забыл, будьте аккуратны. Своим обычным проводом от Xiaomi подключить я не смог. Уже испугался, что не берет ни заряд, даже не подключается к компьютеру. Именно нужен этот кабель. Поэтому, будьте подключать, вдруг не подключится, компьютер заряжаться не будет. Берите оригинальный кабель, заработает точно. Почему так, нужно копать, смотреть. Аппарат выпускается на данный момент в двух цветах. Желтый, лимон и белый. Ну, не знаю кому как, мне белый поприятней. Желтый, опять же, довольно-таки броский. Это уже на любителя. Крышка такая шершавенькая, микро структура у нее. Сейчас попробуем сфокусировать. Отпечатков практически не оставляет. Хорошо, что она не глянцевая. Ну, зато всякий мусор, конечно, видно хорошо. Но на желтом, на белом это и не удивительно. Вот такой вот аппаратик. Смотрите поближе. Микро USB разъем, как и наушники, находится сверху. Но мне это немножко неудобно. Кому как, я не знаю. Кнопки все на одной стороне. Но, как по мне, так немножко низковато, непривычно от кнопка включения. Но, опять же, это для меня. Беленький аппарат. Вот такой вот. Качество такой же крышки. Довольно-таки приятное. Камера фактически не выпирает. Аппарат довольно-таки приятный на ощупь. Так, давайте посмотрим, сколько весит телефон. 130 граммов ровно. Желтый почему-то на 0,6, 0,5 тяжелее. Не знаю, крышка, возможно, все-таки сделана чуть из другого материала. Ну, примерно одинаково. 130-130, 0,5 граммов. Так, ребят, сейчас делаем, чтобы вам было лучше. Немножко видно. На аппараты я поставил две разные прошивки. Сейчас загрузится, посмотрим более детально. Слева прошивка FiiWi стоит, правая стоит типа по Vibe, Vibe от Lenovo. Та, которая на желтом FiiWi мне больше нравится за счет того, что там установлено меньше мусора, который нужно из Vibe вырезать довольно-таки сильно. Но та, видите, грузится подольше. Пока он грузится, давайте посмотрим. Экранчик приятный, собственного производства Lenovo. Тот, видите, уже тоже загрузился. Даже похоже на OGS. Ну, кажется OGS, потому что вот прям возле, прям на экране все значки. Очень он мне довольно-таки нравится. Вот это на максимальной яркости выставлено. Менюшка вот такая вот. Видите, установлена куча мусора всякого, который идет с Lenovo, но не только с Lenovo Google. Но мне это не очень нравится, поэтому это все на любителя. Сразу зайдем в Antutu. Посмотрим, что он нам расскажет. Пока он загружается, я вам скажу, аппарат субран добротно. Никаких ни скрипов, ни притираний каких-то. Я не заметил. Чуть-чуть шарудит кнопочка, но... Это обычное явление, потому что она пластиковая. Antutu набрал 21 167 баллов, как для бюджетного телефона. Вполне ничего. Lenovo K30, Snapdragon, видеоускоритель Adreno 306. Камера 8 мегапикселей. 64-битный процессор, хотя что он сейчас вам даст, ничего. Фронталка 2-мегапиксельная. Скажу вам, она мне понравилась чуть ли не больше, чем... камера, которая сзади. Не знаю, почему так, но тем не менее, качество фотографий именно задней основной камеры как-то немножко мне не понравилось, но, скорее всего, это связано с софтом. Поэтому спишем все это, пока на недопиленный софт. Так, что еще из меню вам показать? Ну, менюшка... Понятно. Lenovo. K33, сборка 31 от... 11 декабря 2014 года. 16 гигабайт памяти, 1 оперативки. Такой аппаратик. Менюшка, сбывайся, вот такая вот. Поставим яркость на автомат. Вот, видите, сносно довольно-таки яркость работает. Мне понравилось. Так, в принципе, что мы сделаем дальше? Давайте открывать его и смотреть, что представляет себе задняя часть. Под крышку никаких ни зазоров, под ноготь ничего нету. Поэтому открываем ее просто, где ухватите. Вот, например, за microUSB чуть-чуть потянуть. И уже пошли по контуру снимать заднюю крышку. Крышка, чтобы не скрипела, видите, чуть-чуть подклеена. Аппарат имеет два стереодинамика, поэтому и выхода здесь, соответственно, тоже два. Крышка вот такая вот. Батарея на 2300. Это слот под карту памяти, два слота под симки. Первая симки будет работать, ну, в Украине, например, со первой, со второй, да и в России, будет работать 2G-связь. То есть, Kyivstar, Live, EMC. Нам вполне, я думаю, этого достаточно. Вот, два динамика выведена. Действительно, их здесь два, что является очень и очень большим плюсом. Вообще, телефон назван музыкальным, ну, из-за того, что здесь есть программные настройки Max Audio. Они, кстати, есть пока что только в стандартной прошивке, которая имеет только английский и китайский язык. Поэтому, когда вы его перепрошьете, эти настройки исчезнут. Ну, я вам скажу, покладся в их, я понял, что вы ничего не потеряете, то, что они исчезнут. Никакого абсолютно пользы никакой они вам не принесут. Давайте посмотрим желтенький с его прошивкой. Вот, что она себе представляет. Такая вот менюшка. Я установил ГАПСы, то есть, приложение Google, включая Play Market, все остальное, их по умолчанию здесь не было. Ну, осталось еще пару программок, вот, магазин ByDoo, но это все можно снести при желании. Все остальное установилось. Давайте зайдем в настройки. Вот такие вот настройки. Здесь все даже побольше русифицировано, чем в той прошивочке. Футчер и интерактив, ну, FiiUI, K30T, Beta 2.7, это все понятно. Это на максимум громкость установлен. Вот когда, видите, первые две позиции вот внизу, практически ничего не слышно, то есть, как-то звук все-таки регулируется немножко, неравномерно. Две первые позиции вообще можно было бы убрать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Вот видите, тяжело и фокусироваться, но опять же это все зависит от прошивки, на которую вы прошились. Так, зайдем сейчас в галерею, надо повыносить ярлыки. В принципе нормально, учитывая, что сейчас искусственное освещение стоит, но видите, четкости нету, то есть при искусственном освещении вполне возможно, что фокусировка работать будет не особо хорошо. Ну, надо ставить дополнительные приложения, какую-то программку для камеры получше. Фронтальная камера мне понравилась, для скайпа, может даже для селфи, ну, хватит, в принципе, вам довольно-таки неплохо. Ну вот, сейчас сфокусировался хорошо, снимок вышел неплохим. Вот такие пироги, ребят, в принципе, смотрите, если нужен двухсимочный телефон по хорошей цене, новинка, чтобы это был Android 4.4, возможно, даже, я думаю, обновится до пятого. Я думаю, вариант это неплохой. Спасибо, с вами был интернет-магазин Шик. Вот видите, все, что у вас на руках или на столе, все тут будет видно, поэтому надо брать с собой всегда какую-то, не знаю, тряпочку, салфеточку, протирать его. Ну, лучше его, конечно, засунуть сразу какой-то бамперок, потому что будет он мараться регулярно. Вот такой был аппарат Lenovo K30, K30T, он же K3 Lemon. Спасибо, ребят, все, до следующего обзора. Спасибо. Спасибо.